здравствуйте дорогие друзья все любители цветущих растений с вами елена буровцова на канале жизнь цветов все мы знаем что при размножении фиалки наиболее популярным методом является размножение листовым черенком вегетативное размножение но этот процесс очень хлопотный и довольно таки длительный после укоренения мы можем получить взрослые растения где-то через 10-12 месяцев но сегодня я вам расскажу один хитрый способ как нам ускорить этот процесс два раза и получить взрослые растения уже где-то через полгода конечно для тех кто уже давно занимается фиалками этот способ давно известен но для многих начинающих цветоводов по моим наблюдениям это просто удивительно они и не слышали что так можно и так вот посмотрите начнем по порядку листочек мы поставили на укоренение 1 сентября и вот вы видите вот только что начал проклевываться вот маленький листик молодой деточки вот такую вот картину уже вот начинающие детки мы получим еще через два месяца вот конкретно этот листочек укоренялся в июле а вот уже деточки которые мы будем рассаживать которые такие жизнеспособные бодренькие появятся еще через два месяца то есть через полгода с момента укоренения вот это вот листик я укореняла в мае а вот это перед вами укорененный пасынок который был укоренен в сентябре он был еще поменьше есть видео на моем канале вот и сейчас через два месяца мы можем его пересадить другой стаканчик или в этот вот так приподнять добавить земельки и перед нами вот минуя вот эти все этапы получаем вот такую крупненькую уже полноценную детку которая быстренько подрастет и превратится в стартера а затем во взрослые растения кроме этого хочется заметить что конечно сортовые признаки передаются через пасынки гораздо лучше так например химерные сорта размножают реже конечно цветоносами повторяем издается где-то 90 95 процентов а чаще так как это гораздо проще пасынками и здесь повтор сорта для даже для химерных сортов составляет где-то около но 75 80 процентов пасынки как правило появляются пазухах листьев там вот где листочек начинает расти они сначала бывают маленькие затем начинают расти когда их много появляется они деформируют розетку и приносят вот для декоративного вида розетки только вред особенно их много бывает на промышленных фиалках на канале также есть видео как рассадить промышленную фиалку вот взрослую разросшиеся но и сортовые фиалки если запустить не удалять у них образующиеся пасынки также могут нарастить их великое множество поэтому как правило пасынки мы удаляем когда они еще совсем маленькие но если нам нужны пасынки для размножения мы вполне можем оставить 1 2 пасынка а затем когда они подрастут аккуратненько их отделить как это сделать вы можете посмотреть в моем видео но бывают и такие сорта фиалок которые но никак не хотят давать пасынки а размножить их вот таким образом бывает что очень-очень хочется и тогда мы делаем как мы поступаем мы берем взрослые растения и оставим где-то один ярус вот нижних листьев как бы сносим ему голову мы с вами уже делали такой вот процесс когда омолаживали фиалку вот таким вот образом но единственное что голову конечно обязательно переукореняем так как она до 100 процентов повторяемости сорта так как если она процвела уже по сорту для химерных сортов это очень важно ну вот оставив где-то нижний ряд листьев а лучше два ряда листьев мы сносим голову убираем ее в тепличку ставим на укоренение ну а вот горшочек вот с нижними листьями мы ставим или на стеллаж или на окошко туда где достаточно света и вот именно на этом пеньке начнут нарастать пасынки вот их мы можем использовать для укоренения именуя все эти стадии вот развития деток из листочка мы сразу с вами получим уже практически вот такие вот небольшие растения способные к дальнейшему развитию считаю этот способ размножения вегетативного наиболее простым доступным а самое главное наиболее быстрым так как мы получаем взрослую цветущую фиалку в два раза быстрее и как бонус идет передача сортовых признаков растения которые мы размножаем и так высказывайте свою точку зрения пишите в комментариях как вы используете ли вы такой метод как он вам нравится или вы больше склонны размножать черенками фиалку подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки если не понравилось до новых встреч желаю вам удачи в размножении фиалок всем пока